И счет обычный тот у Натальи Сидоровой делается очень просто. Как и везде, нулик не считается. Плюс, 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 плюс и получается. Значит, здесь у меня девять, десять, и тут девять, и тут получается у меня девятнадцать минут двадцать семь. Так, вы свои считают, говорит, уйди, я сама лучше тебя знаю. Вот и все. Это вот когда побольше шестерок. Три шестерки, ну это уже похуже, это вы уже даже знаете это число, наверное. Но это считают, что это число дьявола, эти слова как раз и говорят о том, что на нее накатило. То есть можно и сбить, и шлепать, еще что-нибудь. То есть и люблю, и жалею, но вот что-то накатило на меня и все. Вот, пожалуйста, вот эти три шестерки бывают и десять. Эмоционально неуправляемые. Да, получается... Нестабильно. Да, число дьявола немножечко, как говорится, вот почему эти машины иногда не берут с таким числом. Три шестерки. Если знают, если знают, то есть, ну, никому не хочется там это сам. Но это мужская логика, это женская. Так, давайте мы пропустили четверочку. Я тут сразу начала три шесть. Четверочка – это чувство долга. Чувство долга. И чем больше четверок, тем не говорят уже о долге, а говорят о таком упрямстве. И с большим количеством двоек две четверки уже там. То есть он проедет, не посмотришь, что там что-то раздавил. Чувство долга, ответственность. Так, и вот двойки и четверки дают, раз это долг, а здесь физическая энергия, они дают руководителей. Получается ответственность, можно работать с деньгами, можно упрямство руководить, доводить до конца, вести свою компанию вперед и так далее. Четверки нужны и двойки нужны. Обязательно. На родных. То есть одна – это на вас, две семерочки – на родных. То есть вы можете, если у ваших родных нет семерок, это значит, они к вам должны прислушиваться, если у вас есть семерки. Если три семерки, она третья уже работает и на знакомых, на соседках придет, там подсказать что-то. То есть вы такой подсознательно умный человек, да. И вот раньше, когда, знаете, когда мы гадали, блюдечка двигалась, вот если сядут с семерочками, у них двигаться, если никого нету, и она стоит вот как завороженная, ничего не двигается. Семерочки. Семерочки – это подарки судьбы. И одного нет. Так. А девяточки – это их реализация. Подарков с судьбой. Судьбы. А если восьмерки нету, а две девятки? Подарки судьбы – это, ну, это такие вот, например, хорошие родители. Поступила в институт. Ну, это тоже подарок. То есть, ну, не у всех это бывает. Дальше. Ну, какие-то, может быть, денежные вознаграждения, которые не ожидала. Может, друзья. Они всегда помогут. Это тоже подарок судьбы. Вот такие маленькие подарки судьбы. То есть, говорят, звонишь по телефону, звонишь, значит, ну, не можно. Если получилось, лучше звонить. То есть, вся эта вселенная откликается нам на наши какие-то хотелки и возможности дает только вселенная. Итак, вот смотрите, два подарка судьбы. Вот этот я взяла. Видимо, свою какую-то энергию головы, там, может быть, женскую какую-то я взяла. А вот этот подарок у меня остался. Это значит, что я простофиля. Где-то что-то я за кого-то замуж не вышла, который предлагал. Куда-то где-то нашла работу, а потом, ой, да неохота переезжать. Вот, пожалуйста, не переехала, а может быть, что-то бы получилось. Вот я могла жить в Санкт-Петербурге. Я уже теперь по возрасту, своему количеству лет и думаю, что вот где, когда и как, и что. Крутишься, как белка в колесе, и делаешь то, что должны сделать подарки на блюдечки, принести золотой каёмочкой сама. Только сама. Ну, нет, у меня, например, одна и две. Вот, но всё равно вы выполняете, вы движущую функцию. Вы сама своей энергетикой двигаете процессы. Вам у вас есть подарок в судьбе? Вы его взяли. Да, есть. На второй бегаю. На второй, да, это только от вашей инициативы, энергии и так далее. Восьмёрок, а двоек меньше, восьмёрок больше, чем двоек. Это сглаз. В таком смысле, вот смотрите, у меня был тоже в десятом классе, ну не в десятом, он пришёл к нам в таком, в третьем. В третьем классе приехали офицеры, там строили дорогу, военные и так далее, и пришёл ребёнок в школу. Он очень отличался от своих одноклассников тем, что он, вот я там был, я был в Чехословакии, я был там в Германии. И наши Вологодские, ну, подбородок весь отвис, слушали его и завидовали. Вы понимаете? Вот эта зависть, вот что у неё всё, вот смотрите, раз подарки судьбы, значит у неё и это, и это, и это, и это. И получается, что она на коне, что у неё всё получается, и про неё говорят, и даже выражения звучат, понимаете? Вот, и сглав идёт, когда мало двоек и много восьмёрок. Получается, такому человеку всегда нужно посоветовать. Даже вам можно посоветовать, чтоб не валила голова, чтоб не было у вас там каких-то дум, что вы приходите с вас в такой большой какой-то компании, собрание там, может быть, вам забидует там кто-то на всяких, вы там бываете на огромных таких чаепитиях. И посмотрела я на Наталью. И кто-то говорит, вот мне бы так и так далее. То есть самое лучшее сходить в душ и смыть это всё. А бабушка всё говорила, иди и убойся, больше ничего, водичка, водичка, умой, 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 умой. То есть и ребёнку точно так же, почему мы умываем, чтобы не было таких вот, что он ходил в компанию, ходил на день рождения, там вот это не, как сказать, не экстрасенсы, а просто делится своей энергией. Вот увлекает группы, руководит. А четыре? Природный магнетизм. Четыре это уже... Перебор? Нет, да. Человек обладает мощным, конечно, магнетизмом. Но? Ну, как говорится, ну это как Ленин и Сталин. Это я. А если? А если? Они много... Ленин, Сталин. Выбирает. То, что угодно организовать. Магнетизм притягивает. Ну и противоположный волк тоже. А если? Согласна. Я одно вязать начинаю, пока не довяжу. Да, нужен резвый так. Вообще. До другого не дотронуться. Я доделаю. Вот так вот. Так. Вот точно так же и эти. Так. Две троечки хорошо развиты. Вот эти способности... Так. Логика развита. Две троечки. А три у человека сильно выражены к науке. Способности к науке, да. Он невероятно педантичен. И даже, ну раз наука может совершать открытие. Тут человек лишён интуиции. У неё нет... Ну, тут и интуиция. У неё нет шестого чувства. Вот этого интуиции. Поэтому всё решение принимается, руководствуясь вот этой логикой. У меня нету. У меня только логика. Ну, здравый смысл. Всё это решается здравым смыслом. Пятёрочка есть. Одна, предположим. Но, если одна, она развита слабо. Ну, в одной пятерочке вот близки там. Какие профессии юридической, например, там какой-то сферой. Судьи. Юристы. Следователи. Две пятёрки. Три пятёрки. Превосходная интуиция развита. Ну, человек тоже экстрасенсорный. Но предчувствия, можно сказать. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова